Прошу прощения, что меня так долго не было. Этого вам недостаточно, я понимаю. Знаете, если я пропадаю на 3 недели, значит скоро вас ждет годный контент. Через 3, 2, 1. Все только и говорят о биткоинах, но почти никто не понимает, что это значит. В этом видео я объясню все, что тебе необходимо знать, чтобы можно было без проблем об этом рассказывать всем остальным. Это будет большое интересное приключение в мир денег и будущего, наркотиков и оружия, поддельных паспортов и экономики будущего. Так что можете нажать на паузу, налить себе вкусного чая и отлично проведете время. Йоп! Ян. 22 мая 2010 года программист Ласло Ханич, живущий во Флориде, услышал звонок в дверь. За дверью стоял курьер с двумя горячими пиццами. Ласло открыл дверь, взял горячую пиццу и пообедал. Вполне себе обычное событие. Тем не менее, оно считается историческим, ведь таким образом произошла первая в мире сделка, оплаченная криптовалютой. Это та самая пицца, ее привезли папа Джонс и Ласло. Она обошлась в 10 тысяч биткоинов. По 5 за каждую. Тогда такой обед обошелся ему, ну, примерно в 30 долларов. Сегодня за такое же количество криптовалюты он мог бы купить столько пицц, сколько хватило бы ему на всю жизнь. И не только ему, но еще и родственникам, коллегам, друзьям, друзьям друзей и вообще всем, кого когда-либо он знал и будет знать. Ведь сейчас 10 тысяч биткоинов это 50 миллионов долларов. Даже больше. По этому поводу сайт со статистикой криптовалют OneSmi даже когда-то вводил курс пиццы ценностью в 10 тысяч биткоинов. Вы наверняка слышали новости про взрывной рост какой-нибудь из криптовалют. Например, биткоин за 2017 год подорожал в 5 раз. А вторая популярность криптовалюта Эфириум, которую, кстати, придумал русский программист Литальник Бутерин, подорожала в 33 раза. Но как работают эти деньги? Чем они обеспечены? И почему так быстро растут? Давайте-ка разбираться. Для начала это не те же деньги, которые лежат у вас на карте. Идея криптовалюты потому и считается революционной, что банки для нее не нужны. Деньги идут напрямую от продавца к покупателю, а обслуживают эту систему сами пользователи. Биткоин, Эфир, Лайткоин и прочие коины это различные виды криптовалюты. А модное сегодня слово блокчейн технология, на которой все это работает. Если коротко, блокчейн это цепочка блоков транзакций в распределенном реестре. Пока не очень понятно, да? Мне тоже. И это неудивительно, ведь блокчейн разрабатывался 10 лет самыми умными айтишниками, и понять его так сразу не получится. Банкиры даже собирают отдельные конференции, чтобы обсудить этот феномен. Для понимания того, как работает блокчейн, было придумано много аналогий. Новую технологию объясняют на примере цифровой истории болезни, идеального нотариуса и даже на примере взаимоотношений грустного ежика и муравья в отдельно взятом сказочном лесу. Но самое лучшее определение получилось в лепрозории, благодаря пользователю Sleep. Итак, представьте, что я решил завести дневник, в котором буду записывать все свои действия. Например, позавтракал, да, первое. Второе, пролистал ваши комментарии к предыдущему видео, пожарил яишку, съел яишку, и еще много всего к вечеру дал Андрею в долг 500 рублей и напоследок сходил в магазин. Пока дневник со мной, проблем не возникает. В любое время я могу ткнуть Андрея носом и показать во сколько и когда я ему занимал денег. Но что если в какой-то момент дневник окажется у Андрея и он заменит строчку 255 на щекотал паука? Теперь я не смогу предъявить Андрею за 500 рублей. После этого я решаю засекретить записи в своем дневнике, чтобы подменить их было сложнее. Для этого я использую специальную программу, которая с помощью алгоритма превращает мой текст в набор непонятных символов или как называют его сейчас, хэш. Например, я ввожу слово топлис, а она выдает мне этот хэш. Стоит мне добавить пробел к записи топлис, и я получу уже совершенно другую цепочку. После каждой записи я буду вставлять хэш, который получится, если скормить программе новый текст записи и прошлый хэш. Теперь записи в моем дневнике выглядят вот так. У каждой есть свой хэш, который генерируется от новой записи и старого хэша. Из этой получается этот хэш, а из этой записи и предыдущего хэша этот. Получается, что самые старые записи подменить уже невозможно, да? Для этого придется переделать всю цепочку блоков. Представьте себе генеалогическое древо, где записаны все ваши предки. Вот вы в самом верху, а все эти ветви это ваши бабушки и дедушки. А теперь представьте, что будет, если изменить какую-нибудь деталь биографии вашего прапрадеда, жившего в 19 веке. Допустим, когда он шел по Петербургу в 1867 году, лил дождь, как обычно, да, и у него было плохое настроение, и вот из-за своего плохого настроения он захотел пнуть голубя, который сидел просто на дороге и не мешал никому. Но когда он взмахнул ногой, он поскользнулся и упал, испачкав себе костюм. С голубем-то все в порядке, но когда ваш прапрадедушка увидел вашу прапрабабушку, он не подошел к ней познакомиться, стесняясь его грязного костюма. А это значит, таким, каким вы знаете себя сейчас, вас уже не будет. То же самое происходит в блокчейне. Любое малейшее изменение старой записи приводит к изменению всей цепочки. Конечно, можно долго подбирать такой хэш, чтобы он сочетался с новым текстом записи, и подмена осталась незамеченной. Но представьте, что копии этого дневника есть у миллиона человек. Биткоины хранятся на миллионах компьютерах одновременно, все транзакции доступны каждому в несошифрованном виде. То есть, всегда видно, кто кому сколько отправил. Но самих владельцев кошельков идентифицировать невозможно. Этот механизм отлично решает сразу две задачи, делая систему надежной и анонимной одновременно. Получается идеальная бухгалтерия, которую никто в одиночку с любым существующим набором ресурсов не сможет взять под контроль. В мире нет таких вычислительных ресурсов, которые могли бы изменить цепочку в миллионах компьютерах одновременно. Блокчейн намеренно усложнен. При этом нигде нет записи о том, сколько именно биткоинов хранится на отдельно взятом кошельке. Например, видно, что на адрес по одной транзакции поступило два биткоина, затем по другой пять, а третья транзакция отправила с этого адреса четыре биткоина. Не сложно посчитать, что у владельца кошелька в распоряжении осталось три биткоина. И так вроде бы понятно. Да? Но как начать пользоваться биткоинами? Для этого вы заводите тот самый адрес. Другими словами, логин и пароль. Для этого вы регистрируетесь, к примеру, на bitgo.com. Там уже вы создаете свой биткоин-адрес. Главное, чтобы он содержал 33 символа, начинался с одного или с трех, и не содержал 0, I и L. Таких адресов можно сгенерировать бесконечное количество, и для каждой новой транзакции использовать новый. Это только повысит анонимность. К каждому такому адресу привязан секретный ключ. Это и есть ваш пароль. С его помощью вы как бы подписываете все свои операции. Хранить адреса можно в виде специальных файлов с QR-кодами, например, как этот, текстовых файлов, или записывать в специальные программы кошельки. А можно купить за 89 евро физический кошелек для ключей, который будет работать только при подключении к компьютеру. Он похож на флешку. Вы можете хранить биткоины даже офлайн, среди обычных денег, только от купюр. Они будут отличаться присутствием QR-кода, в котором зашифрованы ключи. Взломать такой кошелек будет невозможно. Следите только за тем, чтобы краска не высохла и документ не потерялся. Если отправить биткоины на несуществующий кошелек, биткоины будут уничтожены. И, к сожалению, такое не раз происходило. Мало того, биткоины можно, как и деньги, в принципе, просто потерять. Британец Джеймс Хауэллс был айтишником и типичным гиком. Биткоины он собирал с 2009 года, задолго до того, как мы с вами могли о них вообще услышать. На своем ноутбуке он накопил семь с половиной тысяч биткоинов. После он благополучно об этом забыл и выбросил его на свалку. После новостей о взрывном курсе биткоина, Джеймс бросился искать на свалку ключ, ведь на его ноутбуке было двадцать миллионов долларов. Не только мне иногда плохо. На заре биткоинов люди майнили по фану и копили у себя очень много на компьютерах. А как посчитали Forbes, больше 15% всех выработанных в мире биткоинов утеряно и их никогда больше не вернуть. Бекапте ключи. От слова бек. Система блокчейн гениальна. Во-первых, она децентрализована, то есть ей не управляет один орган и управляют сами пользователи. Но не все, конечно, а те, кто хочет на этом заработать. Такие люди устанавливают к себе специальную программу, которая занимается решением криптозадачи. По сути, подбирает символы простым перебором при создании нового блока. Это и называется майнингом, тем самым словом, которое сейчас у всех на слуху. Если что-то не понял, пожалуйста, перемотай на 20 секунд, это сделать кнопкой Кей, по-моему, и еще раз заново прослушать. За майнинг майнеры получают вознаграждение от самой биткоин-системы и комиссию за каждую проведенную транзакцию. Другими словами, майнеры так добывают биткоины. Размер комиссии продавец и покупатель обозначают сами. То есть, чем больше размер комиссии, тем быстрее майнеры обработают твой запрос. Соответственно, чем меньше комиссия, тем дольше тебе приходится ждать очереди на транзакцию. Да, в биткоинах не получится так быстро платить, саму транзакцию, как пройдет. Так вот, размер комиссии гораздо меньше, чем в банках. Но, в 2016 году произошла необычная транзакция. Кто-то по ошибке отправил одну десятитысячную биткоина с комиссией 291 биткоин. Это 165 тысяч долларов. Получатели такой щедрой комиссии заявили о готовности ее вернуть, но отправитель так и не был найден. На заре блокчейна добывать биткоин можно было на обычном процессоре компьютера. Сейчас сложность вычислений очень увеличилась и в ход пошли мощные видеокарты. Вот так выглядит домашняя майнинг-ферма по добыче биткоина. Пиздец. Других слов я не нахожу. При этом все это моргает, гудит и чудовищно греется, и главное потребляет невероятное количество энергии. Поэтому биткоины выгодно добывать теперь в странах с дешевой электроэнергией. Например, в Китае работают целые заводы по добыче криптовалюты. Люди заработать. Из-за хайпа вокруг криптовалют возник дефицит видеокарт. GTX 1060, 1070, 1080 купить можно, но не так просто. Благодаря интересу к майнингу в последнее время выросли акции AMD и NVIDIA. На Алиэкспресс вы по-прежнему можете купить удобные для майнинга видеокарты, но вряд ли без большой фермы вы хотя бы покроете расходы на электричество. В Китае, например, вот за эту ферму они платят 80 тысяч долларов только на электричество ежемесячно. На биткоины можно купить все, что угодно. Главное, чтобы продавцы были готовы его принимать. Можно заказать себе пиццу, а можно отправиться в путешествие, оплатив криптовалюты, авиабилеты и номер в отеле. Купить оружие, а потому и оплатить похороны в Миннесоте. Удобно, если у вас много врагов. После этого не лишним будут поддельные документы и возможность улететь в космос на корабле компании Virgin Galactic за 566 биткоинов. Конечно, благодаря анонимности платежей биткоин пользуется спросом у продавцов наркотиков, оружия, у тех, кто занимается секс-услугами. Рано утверждать, что криптовалюта становится предметной валютой, но, однако же, появляются отдельные виды криптовалют. Секс-коины, которыми можно оплатить сексуальную услугу, канабис-коин, понятно, тоже для чего, а есть пауэр-коин, специально созданный теми, кто продает электроэнергию. Совсем скоро ты сможешь покупать электроэнергию для своей квартиры не у государства, а у частных компаний, пауэр-коинами. И что самое удивительное, этими компаниями могут быть твои же друзья, разложившие свои собственные энергосберегающие батареи у себя во дворе. На бирже можно обменять биткоины на рубли или доллары, а в обменниках можно даже получить за них наличные деньги. Один из таких обменников недавно работал на Новом Арбате. Проходишь за бронированную дверь и никаких здравия желаю вас ли? Но ключевое слово работал. Правовой статус биткоина в мире пока еще не определен. То есть, никто не понимает до конца, как с этим работать к государству. В России его то собирались запрещать, то наоборот обсуждали его легализацию. В Японии, например, биткоин равен обычным деньгам. В Германии биткоин равен электронным деньгам. Пока правительство разных стран не знает, к чему конкретно отнести криптовалюту. К общепризнанным деньгам, к товару или нематериальным имуществам. Стоит помнить, что курс любой из криптовалют очень нестабилен. Ее ценность обеспечена не математическими вычислениями, да, как думают некоторые, о доверии людей и государств к блокчейну и готовность использовать криптовалюту как платежное средство. Как только какая-то страна начинает говорить о легализации криптовалюты, ее курс начинает расти. То же самое происходит, когда кто-либо из крупных игроков на рынке соглашается принимать оплату криптовалютой. Это легко показать. Представьте, что вы открыли парк развлечений. Для того, чтобы кататься на аттракционах, посетители должны купить на деньги, которые выпускает государство, жетоны вашего парка. Пока развлечений у вас немного, жетоны ничего не стоят. Когда число аттракционов растет, посетители проявляют интерес к вашим жетонам. Они даже могут обменяться ими друг с другом. Если парк перестанет принимать жетоны, они превратятся в бесполезные билеты банка приколов. Таких лунопарков уже много, ведь биткоин не единственная криптовалюта. Эфириум, например, которую создал русский программист Виталик, сейчас на втором месте по популярности. Она тоже работает по системе блокчейн, однако более продуманная, потому что работает по системе умных контрактов. Это такие договора, которые выполняются автоматически при соблюдении определенных условий. Вместе с интернетом вещей это позволяет сделать такие сумасшедшие на первый взгляд вещи, как холодильник, который автоматически оплачивает покупки, когда получает продукты. Или дверь, которая не пускает вас домой, если вы вовремя не заплатили за квартиру. Блокчейн и криптовалюты если не убьют деньги, то точно изменят финансовую систему. Государство всерьез планирует создать свою валюту на основе блокчейна, таких как криптодоллар или крипторубль. 14 октября Владимир Путин заявил о создании крипторубля. Майнить его будет невозможно. И чтобы проводить легальные операции и платить налоги придется идентифицировать пользователя, что противоречит децентрализованной системе. И об анонимности придется забыть. Создание крипторубля как бы намекает нам о том, что в будущем каждому человеку будет присвоен собственный кошелек, где будут записаны все его транзакции за всю жизнь. В 15 лет купил мороженое, в 25 приобрел марихуану, а в 45 продал вторую квартиру. Получается, человек с нужным уровнем доступа будет знать о нас все, что противоречит децентрализованной системе. Но это будущее. А что же сейчас? Спешить разово вкладываться в криптовалюту сейчас не стоит. Разве что на долгосрочный период, ведь из-за конфликтов майнеров и разработчиков биткоин может разделиться на две криптовалюты биткоин и биткоин голд. Этого ждать осталось недолго. Ну а пока преобладают все-таки банки, то получать дополнительные деньги можно прямо сейчас с помощью карты Космос от Хом Кредит Банка. Не важно, школьник ты или дядька, банк будет платить тебе 7,5% годовых, потому что ты просто хранишь деньги на его карте. А еще со всех покупок он вернет тебе до 10% кэшбэка. Так банк делится своей прибылью. Смотрите, Бургер Кинг, индивидуальное предложение, 24% кэшбэка. Рибок, 11%, Адидас, Алиэкспресс, Самсунг, Мостцветторг от 14%, там цветочки можно купить. У меня на счету всего 86 баллов, да, маловатенько. Но это только потому, что я потратил уже 5911 баллов. А баллы равняются рублям. Эта цифра набежала чуть меньше, чем за этот год. Ваша история начисления ведется на сайте. Удобно. Я потратил 150 рублей, и вот мне 16 вернулись обратно. А теперь я хочу вернуть, например, деньги за кофе, который я выпил утром. Я убираю вернуть деньги, нажимаю вернуть, и теперь с меня списали баллы и вернули деньги на карту. Все очень просто. Теперь у меня есть еще одна любимая карта, и даже старые резать не пришлось. Оставляйте заявку на сайте, сотрудник свяжется с вами и скажет вам, как ее получить. Ссылку я оставлю в описании. В общем, удобно, выгодно и наличные больше не нужны. Ну и напоследок про биткоин. Как бы технология дальше не развивалась, следить за этим будет интересно. Если хотите подробнее узнать о конфликте майнеров и разработчиков, то ссылка будет в описании. Там же в описании вы найдете дополнительный материал о том, кто же придумал биткоин. Пишите в комментариях, есть ли у вас биткоин или нет, и что вы вообще думаете по поводу новых денег. Мне будет интересно почитать и поддержать, конечно же, с вами разговор. Поставьте этому видео лайк, если понравилось. Мы очень долго старались и было бы здорово, если бы вы поделились с друзьями. Это важно не только для меня, но и для них. Они вам скажут, что круто, смотришь топлис. Красавчик. А еще, как вы уже заметили, у меня нет конкретного графика. Я выхожу через неделю, через две, через даже иногда три, вот как сейчас. В общем, поставьте колокольчик внизу. Это даст вам возможность всегда вовремя смотреть годный контент прямо вот в ту же секунду. Красота! И, кстати, выпуск следующий 25 октября, вот уже получается через три дня или через четыре. Ну, в общем, в эту среду не верится, да? Ну, это правда. Поставь колокольчик и прозвенит в среду. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok